Здравствуйте, уважаемые! Сегодня будет первое видео с моим стихотворением. Написано оно было в 2005 году в одном из образовательных учреждений нашей необъятной Родины. Я сразу оговорюсь о том, что я не претендую на лавры поэта. Я, скорее, человек с душой поэта. Поэтому мои стихи относятся к пласту очень плохих стихотворений. И если вы не хотите терзать свой слух, то заканчивайте просмотр этого видео сейчас. Я посвящаю первое исполнение моего стихотворения «Девушки Надежда». Это молодая и очень умная представительница прекрасной половины человечества, обладающая восхитительной красотой и грацией. И, почему-то, сильно опасающаяся того, что в нее влюбятся. Хотя своей жизни без любви не представляет. Воистину, непостижима женская природа. Надежда – это стихотворение не о тебе, но его исполнение для тебя. Так о чем же это стихотворение? Хотя, скорее, о ком? Оно называется лжепатриотизм. Речь в нем идет о лжепатриотах. И им же адресуются. Адресуются всем тем людям, которые орут во все горло о любви к их Родине. А затем говорят о том, как же плохо им живется в их стране. Одним из ярких примеров того, о чем я говорю, является митинг на Болотной площади. В конце прелюди, предвкушая вопрос определенной группы людей, стоящих на страже безопасности моего государства и, помимо прочего, анализирующих интернет-трафик, отвечу. Господа офицеры, я нахожусь в оппозиции к оппозиции. И считаю, что действующая власть, какой бы плохой или хорошей она ни была, завсегда лучше новой власти. Можете считать меня законченным консерватором, но это мое убеждение. Дамы и господа, вы все еще здесь? В таком случае потратьте еще пару мгновений на прослушивание стихотворения. Оно короткое. Вы любите Родину, когда это модно и выгодно вам. Вы ненавидите Родину, когда она вам не мила. Вы извернетесь, если будет нужно, и скажете, Россия я люблю. Но если жить в России будет трудно, то в сердце Иван Зитя. Острый клин. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok